Хлоу, друзья, с вами Стивпро, и сегодня я покажу вам несколько фактов о Эндерманах в Майнкрафте Повесть Эдишн. Ну, во-первых, сам Эндерман напоминает всем знаменитого Слендермана, у которого белое лицо. Это связано с тем, что Эндерман предшественник самого Слендерана. Ну и, наверное, многие пытались попасть на него луком, но у них это не удалось, а это связано с тем, что когда стрела попадает в Эндермана, он телепортируется, и после чего он не получает ни единого урона, то есть урон на него не наносится. Ну и это даже нанесет вам вред, то есть когда попадаетесь в него луком, то он злится и наносит вам довольно большой урон, после чего вам не будет никакой выгоды. Также вы, наверное, хотели посмотреть на этого Эндерман, но чтобы посмотреть на него, вам придется одеть тыкву, после чего вы сможете совершенно чисто смотреть в его глаза, и он на вас агриться не будет, да, совершенно так. И, наверное, многие также хотели заманить Эндерман, чтобы он устоял у них дома или где-нибудь там жил, но для этого вам придется поставить вот такую клетку из этой железных прутьей, и после чего заманить его туда. И эти Эндерманы могут случайно туда перепортнуться, даже если закрутят эту дырку. Но сейчас наш Эндерман каким-то способом сбежал, а это связано с тем, что мы не закрыли дверь. Так, дырку. Но он опять сбежал, потому что мы поздно закрыли дырку. Так, давайте попробуем еще раз. А это у нас не беда. Так, и как видите, наш Эндерман остался там, и сбежать оттуда он не может. Ну и последний факт на сегодня это в том, что Эндерман получает довольно большой урон от падения в воду, или просто от нахождения в этой воде. То есть он может случайно туда телепортнуться и получить довольно большой урон. И после чего он также может нанести на вас довольно большой урон. То есть он агрится из этой воды именно на вас. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok